Добрый день! И мы на этой неделе находимся в недельной главе ЦАФ «Повели». И во многом в своей беседе я буду основываться на комментарии Рама Ефраема Мейера, автора книги «Авадат Маше» «Израиль. Наше время». И написано в нашей недельной главе «И вот учение о мирном приношении Шламим, которое принесете Богу, и если в благодарность приносит ее, то принесет при жертве благодарственной смешанное с селем пресные хлебы, а если для того, чтобы дать обед Богу или в доброхотный дар принесет свою жертву, то должен съесть ее в день приношения, и на следующий день оставшееся от нее можно есть, а на третий день оставшееся от мяса жертвы на огне сожжено будет и не будет есть запрещено это. И Медраш Тархума рассказывает, что народы мира обратились к Беламу. Это известный пророк, серьезнейший, практически уровня Маше, но со стороны нечистоты. Они спросили его, почему Всевышний заповедовал сынам Израиля совершать в Мешкане, в переносном храме в пустыне, карбанот, приношение в храме, и особенно корбан шламим, мирное приношение. А нам ничего такого не повелел. И приношение Белам ответил им небольшой просветительной лекцией и разъяснил суть понятий. Приношение Всевышнему, сказал он, это объясняет нам Медраш, не просто так называется шламим, кто их совершает, тому и шалом, мир. Евреи приняли Тору, поэтому приносят карбанот, о которых написано в Торе. Вы же презрели Тору, отвергли ее на горе Синай, а теперь вдруг захотели совершать карбанот? Нет. Кто с Торой, тот и достоится совершать мирное жертвоприношение, приношение шламим. А об ответной реакции Бога пишет нам уже царь Давид в своей книге Тегелим. Известный Тегелим, Всевышний даст силу народу своему, Творец благословит народ свой миром, бешалом. И к кому обращается Всевышним? К тем, кто готов услышать его. И об этом пишет тоже царь Давид. Буду слушать, что скажет Творец. И весь мир шалом обещает он народу своему. Что буду слушать? То, о чем сказано в нашем фрагменте. А вот учение о мирном приношении. В Торе описаны разные виды карбанот. Возникает вопрос, почему именно шламим вызвали интерес и зависть у народов мира. Вот в чем отличие. Еще раз подчеркнем. Корбата Алла сжигается целиком. Представляет себе сплошную духовность. Возносится вверх. Но приношение шламим, часть сжигалась, а часть отдавалась коинам, служителям в храме, для трапезы. И обладала способностью еще и возвысить материю, возвысить трапезу с помощью коинов. В Талмуде, в трактате Миноход, сказано, что нееврею разрешено принести только корбан-ола. Все сожжение или вознесение приношение, которое полностью сжигается без остатка, сгорает на мизбехе и символизирует тотальную связь с Творцом. Нееврей, даже если он решит принести шламим, при этом даст какой-либо соответствующий обед, то, несмотря на это все, приношение сожгут полностью, подобно корбан-ола, и ничего из него не дадут есть или не едят. Причина в том, что тот, кто не принял Тору, не знает и не понимает ее, тот в глубине души все равно будет считать, что приношение Всевышнему может быть доставлено по адресу лишь тогда, когда его полностью сжигает и оно полностью возносится. Но он никогда не сможет до конца понять того, что из приношения еще можно устроить трапезу. В этом одно из различий в наших мировоззрениях, формирующих на следующих этапах различия в культуре, в поведении, во многих аспектах жизни. Народы мира привыкли делить свою жизнь на святое и мирское. Для этого у них параллельные две плоскости, два мира, которые никогда не пересекаются. Им невдомек, что будничное тоже можно возвысить и осветить. А непонимание приводит к агрессии. Поэтому именно приношение шламим стало объектом нападок неевреев. Оно совершенно не вписывается в мировоззрение народов мира, в нееврейское мировоззрение, в это разделение духовного и материального, святого и мирского. И поэтому у народов мира, не принявших Тору на горе Синай тогда, в 2448 году, от сотворения мира, не после этого, есть даже такое понятие – миряне. Известно. Оно произрастает из христианского подхода. Есть духовенство, а есть верующие, а есть просто миряне. И, к сожалению, этим заразились больше-меньше ассимилированные евреи, воспитанные в христианском обществе и остающиеся в навязанных этим обществом меркам, штампам, идеям и даже идеологиям. Тут в постхристианском обществе появилось понятие «светский еврей». Но в идаизме нет такого понятия. Им, этим евреям, называющимся себя светскими, нужно сказать о себе правду. Мы, евреи, которые не хотим соблюдать весь закон Бога, он нам не подходит весь. Это будет правда о них. Светское и будничное тут совершенно ни при чем. Тора позволяет найти точки соприкосновения, найти общность между такими, казалось, несопоставимыми понятиями, как святое и будничное, духовное, материальное, божественное и человеческое. Тора называется «шалом», потому что соблюдение ее заповеди приносит «шалом» в мир. Но это означает не просто мир. Мир – это лишь одна из граней этого объемного понятия, корнем которого являются три буквы «шин ламит мэм». «Шалом» означает, что Тора стирает грани между духовным и материальным. Делает это больше, чем единым. Делает цельным. Шалем. И цельность «шалемут» – это то, что Тора вносит в мир. А «шалемут» – тождественно понятию «совершенство». Именно поэтому это такая одна линия. Совершенство. Народы мира, отвергнув Тору, решили себя связи со всем этими понятиями. Поэтому именно «шламим» вызывает у них неприятие, непонятие и даже ненависть. Это приношение напоминает им то, от чего они отказались, чем пренебрегли. Поэтому оно им запрещено. Но для нас, евреев, важнее в этой теме ничто запрещено не евреям, безусловно. Эта тема вскрывает нам корни наших проблем. И одна из них – это именно эта тема светских евреев, евреев-мирян. Общество, в котором мы все росли, не признавало Бога. Религия, разумеется, христианская, большинство из нас просто не знали, не видели вокруг другой еще 20-30-40 лет назад. Считалось наоборот. Считалось набором бессмысленных ритуалов, суеверий, уделом темных невежественных старушек. И это отчасти это правда. Но именно отсюда и выросли ноги к негативному восприятию ритуальных действий в иудаизме. Хотя у нас в иудаизме, в отличие от христианства, корень всех нам заповеданных действий лежит в законах устройства этого мира, мироздания. Все связано в одну большую стройную систему. Это отчетливый вид, когда начинаешь изучать каждый вопрос. Вопрос за вопросом. И это важно понять, это важно увидеть в иудаизме. Но для этого нужно начать изучать. А для начала хотя бы просто поверить тому, кто потратил время и в чем-то разобрался. Как можно что-то обсуждать или что-то критиковать, не узнав изнутри? А как можно не верить людям, которые да, узнали изнутри и да, делятся своими знаниями? Сегодня кажется, что религия в почете. Однако в обществе это отведено в целом, в окружающем обществе отведено лишь ограниченное, строго ограниченное место. Особенно в христианском. Духовенство признано спасать души, выслушивать исповеди, снимать трессы. Короче, оказывать нечто вроде скорой психологической помощи. Известный подход. Когда экстрасенс не помог избавиться от депрессии, ну, так может попробовать раввина. Но ни в коем случае религии нельзя вмешиваться в другие сферы жизни. Ни в политику, ни в личную жизнь граждан, ни в шагу из отведенной обществом ниши. Вот, занимайтесь свободной от работы, время на досуге. Например, сходите в церковь в воскресенье. За свидетельство и свое почтение храму Божию, традиции предков, этот подход принципиально не соответствует иудаизму. Иудаизм не признает этих рамок. Иудаизм не форма проведения досуга. Ни один из аспектов жизни, затесавшийся где-то между утренней газетой в метро и походом в баню. Это образ жизни. Это сама жизнь. Именно это делает иудаизм не религией. Именно это отличает иудаизм от окружающих нас религий. И это важно понять. Бог, например, хочет, чтобы мы поднимали, освещали еду. Чтобы еда поднималась на высокие духовные уровни. Для этого Бог дал законы шхиты, кашрута. Выполняя их, мы поднимаем души животных, птиц, рыб, да и просто растений. На недостажимую для них высоту человеческой духовности. Все выравнивается в духовных мирах. Когда все приобретает одну высоту. И мир достигает цельности, шлемута, совершенства. Этого хочет Бог. И тот, кто говорит, я в душе еврей. И Богу все равно, ем я свинину или креветки, или нет. Он просто не понимает этих вещей. Да, так жить удобно. И самому, и в обществе, не отличаясь от других. Очень удобно. Но такое удобство жизни отдаляет от Бога. И в какой-то момент Богу это может надоесть. Он сам отдалится. Или, правильно сказать, отдалит такого еврея от себя. Очечет его душу. Лоа Лейну не про кого-нибудь сказано. И лучше не пробовать. Лучше стараться быть ближе и ближе с Богом. Брахавы от Слаханам всем. Благословения и удачи. И остаемся и дальше в поисках смысла.